Друзья, всем привет! У нас стартует новый выпуск крипто новостей из такого классного места. У нас уже в городе зелень, тепло, можно сказать, лето. И начнем мы с того, что стоимость биткоина добычи для майнеров стоит 53 тысячи долларов. То есть, грубо говоря, им она обходится со всеми расходами 53 тысячи долларов. Продают они за 64. То есть, в принципе, майнить по сути-то невыгодно. Поэтому мы ждем цены, как минимум 100 тысяч долларов, чтобы майнеры могли зарабатывать и жить хорошо, ну и мы соответственно. BitGet – это одна из крупнейших криптобирж, которую выбрали уже более 20 миллионов пользователей. Торгуйте с нулевыми комиссиями на споте в парах BTC-USDT и Ethereum-USDT до 20 мая с нулевыми комиссиями. Команда CryptoEmergency рада рекомендовать вам биржу BitGet. Переходите по ссылке в описании и пользуйтесь ее надежными инструментами. Блокнот, в котором было написано, легендарный блокнот, в котором покупаете биткоин, продали за 16 биткоинов, за 1 миллион долларов. Представляете, кому он нужен, я не представляю, но вот, наверное, будут из-за него какую-нибудь NFT-шку делать. Google анонсировал площадку для Web3 разработчиков. Здесь они что подразумевают, что люди, которые разрабатывают разные приложения, там, может быть, там, какие-то интерфейсы для блокчейнов и так далее, смогут тестировать на их площадке, пользоваться их инструментами. Вы знаете, это классно, что они смотрят в эту сторону и помогают людям, которые хотят тратить свои ресурсы, IT-ресурсы на именно индустрию блокчейна. Это хорошая новость. Переходим к следующей новости. Европарламент утвердил AML-правило с запретом анонимности для криптоактивов. Что это вообще означает? То есть, если вы, у вас есть какие-то активы на бирже, децентрализованной бирже, то есть, централизованной бирже, такие, там, как Binance и так далее, да, то вы вывести просто так на какой-то кошелек не верифицированно, не сможете. То есть, все должно быть теперь верифицировано, проходить KYC и так далее. То есть, анонимные кошельки в Европе под запретом. Хорошо ли это и плохо? Не знаю, будем смотреть, но думаю, что те люди, которые хотят пользоваться анонимно, они найдут лазейки. Переходим к следующей новости. Тезер будет блокировать криптовалюту на санкционных кошельках. Ну, я думаю, что этот инструмент, конечно, плохо повлияет на всю экосистему Тезер. Люди будут оттуда уходить, если они будут блокировать кошельки. Представляете, сегодня санкционные, завтра еще какой-то, да? То есть, ты хранишь-хранишь свои USDT, а у тебя его заблокировали. Из-за чего? Непонятно. Поэтому я думаю, что люди будут пользоваться другими стейблами. Может быть, USDC или Ripple выпустит что-то еще. Поэтому найдем что-то другое. Закон о международных расчетах криптовалюте хотят принять у нас в нашей Государственной Думе. Может быть, это будет 1 сентября, они хотят вынести на рассмотрение. И это классно повлияет на возможность нашим предпринимателям оплачивать какие-то товары, услуги за границей. Сейчас бы это сделать практически, ну, не то что невозможно, но очень трудно, потому что банки отказываются переводить платежи от российских компаний. Бинанс сожгла 2 миллиона BNB, это почти на 1,7 миллиарда долларов. Представляете, какие суммы сжигаются. Соответственно, цена коина BNB, скорее всего, будет расти. Но SEO и основатель компании Binance, CZ, находится под стражей, находится под следствием. И ему грозит до трех лет тюрьмы. И это, конечно, печально. Такие вот бизнесы крупные все-таки подвергаются давлению со стороны США и со стороны сект. Он находится в США, у него забрали паспорт. Переходим к следующей новости. Сотовый оператор МТС объявил о запуске стартап-хаба для блокчейн-разработчиков. И дает на это призовые фонды и так далее 5 миллионов долларов. Представляете, то есть они смотрят в эту сторону и каждый стартап, который занимается именно блокчейн-разработкой, Web3-разработкой, может прямо сейчас заполнить форму на МТС и подать, и может быть, получить эти деньги. И может быть, вы делаете какой-то классный продукт, о котором никто не знает, но идея хорошая. Подайте заявку. Ссылочка будет в описании. И вам удачи. Coinbase запустила бессрочные фьючерсы на ПП. Бред полнейший, да? Как бы звучит. Мемкоин, фьючерсы и так далее, да? То есть, соответственно, как я раньше и говорил, что скорее всего это какие-то там разные крупные биржи с каким-то сговором выпустили этот мемкоин, потому что нельзя просто так там выпустить мемкоин, он там взлетит и залистится на всех биржах. Это инструмент, который привлек людей в рынок. И с этим инструментом, с помощью этого инструмента они будут брить людей, новичков особенно, показывать фому, что здесь цена летит, фьючерсы и так далее. Ну и, соответственно, очень много людей на этом потеряют. Поэтому будьте аккуратны, когда вы вкладываете в мемкоины. В сети Tron комиссии стали меньше в три раза. Представляете, для чего это сделано? Для того, чтобы привлечь людей. Там выпустили как раз Tether, USDT в сети, и вы сможете пользоваться. Они их комиссии уменьшили в три раза. Посмотрим, насколько это привлечет людей, потому что сейчас очень много людей пользуются Tron, потому что там комиссии очень маленькие. Но Telegram пытается завоевать этих людей и, скажем так, отжать от других блокчейнов к себе. И, может быть, это получится, потому что все-таки Telegram имеет огромное число пользователей. Оно только растет, и оно развивается. Всем хорошего дня, кто досмотрел до конца. Поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал. Нам это очень важно.